22 февраля Заволжский международный следственный отдел города Твери регионального СК посетил заместитель главы администрации Заволжского района областной столицы Роман Чеканов. Повод поздравления следователей с предстоящим праздником. Нам вдвойне приятно, что следственный отдел находится именно на территории нашего Заволжского района. Что мы с вами соседи, что мы с вами сотрудничаем по рабочим моментам. Ну и естественно, хотелось бы поздравить от имени администрации Заволжского района, от всех благодарных жителей Заволжского района с праздником, с 23 февраля, с Днем воинской славы России, Днем Защитника Отечества. Администрация Заволжского района хотела бы вручить вам благодарственные письма. Среди тех, кто получил в канун Днем Защитника Отечества благодарственное письмо главы района, старший следователь Максим Прусаков. В этой должности Максим работает около двух лет. Пришел в следствие после окончания юридического факультета Тверского государственного университета. За последние два года на территории Заволжского и Пролетарского района города Твери, обслуживающего Заволжским международным следственным отделом города Твери, нет не раскрытых преступлений против личности, что способствует тесным взаимодействию органов следственного комитета и МВД. Благодаря слаженной межведомственной работе с органами внутренних дел, все преступления раскрыты. По уже завершенным и рассмотренным в судах уголовных делам всех виновных осудили, а некоторые из уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. В 2022 году в Заволжском международном следственном отделе города Твери направлено в суд для рассмотрения по существу более 10 уголовных дел, включая категорию тяжких, особо тяжких преступлений. В патрульной службе мы неоднократно рассказывали о работе следователей Заволжского международного следственного отдела по раскрытию резонансных уголовных дел. Сейчас в производстве отдела находится ряд уголовных дел против личности, собственности, ряд дел экономической направленности и против порядка управления. Хотелось бы поздравить всех жителей города Твери, всех россиян с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. Естественно, хочется пожелать всем здоровья, семейного благополучия и чтобы на улицах нашего города и во всех домах, семьях всегда царил мир. И, как говорится, чтобы у нас было поменьше работы в плане совершенных преступлений в отношении граждан. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившихся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание граждан. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережение, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим.